Девчонка А в свете жила девчонка Простова мальчишку удасти была влюблена Вот уже год как нет со мной моего любимого, а я пишу этот дневник. Ой, я хочу рассказать нашу историю. Она началась в тот самый момент, когда мой любимый объявил друзьям о своем предназначении. Стать бы мне звездой эстрады. Вхожу на сцену плащ блестящий, рога, корона с гитарой. Итак, единственная. Тихонечко начать. Единственная. Итак, где ваши руки? Моя! Цветом обрученная! Можно не орать, а? Когда у меня гости. А кто это у нее? А, очередной погоды жених. Хорошо бабам. Извилины напрягать не надо, работе думать не надо. Не понял, почему? Ну, как почему? Вышла удачно замуж, и все. Он был бы очкарита бабой, уже был бы звездой эстрады. Да, я уже думал на эту тему. Что, покушать опять ничего нет? О, доча, сушку нашел с прошлого года. А зарплаты-то я с января не видел. Ой, дорогой мой старикашка, на, купи что-нибудь домой, ням-ням. Ух ты. И что, Таня, деньги у нас, что ли, новые выпустили? Ой, старикашка ты, мой любимый, это обычные русские доллары. А-а-а, ну понял. А откуда у тебя доча обыкновенные русские доллары, а? Жених дал, Махмуд. Или Абдулла, я их путаю. А-а-а. Так ты, доча, что? Так я все. Все? Да. А-а-а, если бы у меня были деньги, я бы стал бы, конечно, звездой. Дайте денег, а? Да откуда? А у меня батя батаре. А у меня батя раньше цветной металл тывел, бабки были. А теперь металл кончился, лифты стоят, нет денег. Все, сидите. А у меня вот чего есть. Жених подарил. Пойду время узнаю. А-а-а. А-а-а, вот если бы девесты, Женихам подарки дарили. Я бы давно стал миллионером. Я бы тоже. А-а. О, кстати, а вот эти, которые мужики с мужиками, они друг другу подарки дарят? Дарят. Я читал, правда дарят. Побольше, чем танки. Да. Слушайте, а что если нам охмурить какого-нибудь мужика, ну там, голубую луну, ну скажи, подарки нам дарят, а? Вот. Дай-ка газету. Вот сколько объявлений. Вот. Продам почку. Это не то. Волшебник в голубом вертолете. А-а. Подарю подарки. Подарю подарки. Класс. И тут им пришло в голову позвонить по одному объявлению. Только глупостями не-не. У меня и работа сидящая. Нет-нет, здоровье местами дороже. А что, я за всех один отдуваться буду? Им показалось забавным раскрутить какого-нибудь богатея на подарки. Естественно, не вступая с ним ни в какие отношения. Здравствуйте. Меня зовут Григорий Борисович. Вы мне звонили. Ну и кого из нас вы выбираете? Я это, я в туалет пойду. Стоять! Нет-нет. Пусть уходит. А вы, впрочем, тоже можете идти. Я бы хотел остаться вот с этим прекрасным юношей в очках наедине. Поговорить. Но не будем мешать. Вы тут будете, если что. Благодарю вас за то лестные отзывы при моих друзьях. Будь проклят, проклят, проклят этот момент. Ну и как вам, Павел, мое предложение? Знаете, хочется встретить настоящую любовь. Я надеюсь, что я вам нужен не только для экзотики. Соглашайся, соглашайся. А, и насчет предложения я согласен. Подарки. Подарки. А. Возник вопрос. А когда вы, собственно, будете дарить мне подарки различной слабостей? Ну, для начала, Паша, я хотел бы поговорить с вашим батюшкой. Как быстро все случилось. Жизнь как вихарь получилась. А-а-а-а-а-а-а-а. Ну, чего, приставал он тебе? Мы бы, если что, ему дубиды по голове дали. Приятно. Да нет, прежде время-то я посиди, а вы с ним так покалякали. А сейчас он с батей пошел разговаривать. Не понял. И вы что, твой бате больше понравился, да? Меня зовут Григорий. Это я понял. Скажу прямо. Я полюбил ваше дитя. Я человек солидный, обеспеченный. Хотел бы, как говорится, пустить корни, завести семью. Естественно, что о деньгах никому из вашей семьи думать больше не придется. Я здесь так из монолога ухватил, что вы жениться хотите, да? Благословения моего отцовского, значит, ждете, да? Да, именно так. А я не против. Не против, я поздравляю, так сказать, со сделкой. Таня! Таня! Ну? Здесь, друзья, молодой, весьма симпатичный человек. Руки твоей бросит. И я, как отец, совершенно не против, так сказать, за. Поздравляю. Больше он ничего не просит, да? Я этого старика первый раз в жизни вижу. Если тебе надо, папа, женись на нем сам. Я прошу прощения. Издержки, так сказать. Воспитание. Боюсь, что вы неправильно меня поняли. Я говорю отнюдь не Татьяне. А в ком? А Павле. Не может быть, да что вы, дядя, На мальчика в упор он глядя Вляпился. Что, сына, воспитание по боку прошло? За мужика выходишь замуж. Ребята, конечно, рассказали прапорщику, как было дело. Вот так вот было дело, папа. Я, конечно, не из этих, там, чух-чух-чух, не из этих, но мне тоже хочется быть богатым, знаменитым. Мне хочется, чтобы моя семья жила в хорошем, богатом, загородном доме, чтобы в пруду. Папа, если хочешь знать, плавали утки, как обещал Григорий Борисович. Я так из монолога понял, что действительно денег много. Действительно, даже больше, папа, чем ты думаешь. А ты спроси-ка меня, сынок, меняет ли это дело? Меняет ли это дело, папа? Это, сынок, меняет дело коренным образом. Сейчас. Ну что, ага. Какие ты грабощи наденешь. Алло, товарищ комбат, я. Какое дело о недостачи и разворовывании с моей стороны. Какой суд чести, товарищ, какая тюрьма. Да вы что, товарищ комбат, я эту проблему. Алло, это комбат? Это Григорий Борисович. Я вам рассказываю. Да, да, тот самый. Значит, сегодня же закрываете дело о растрате. Да. И представляете, прапорщика Василия в майоры. Ой. Да что там майоры? Подполковники. Ай. Да, генерал все подпишет. Вот так. И никаких проблем. Благословляю. Паша, сынок. Сынок, Паша. Чего? Паша, Григорий, поцелуйтесь, Горька. Горька, 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 Горька. Звонят. К сожалению, не поцелуем. А мы, Григорий Борисович, мы пойдем выпьем, так сказать, по-родственному. Паша пока откроет. Да. И присоединится к нам позже. Это звонила я. Я чувствовала, что должна увидеть любимого. Наташа. 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 Вот, я хотел бы поднять тост за вас. Нет. Я предложу вам тост лучше. Так. За вашу новую машину. Светогор. Кузов с оцинковкой. Не совсем. Мерседес-Бенц. Последняя модель. А-а-а. Мерседес-Бенц. А-а-а. Мерседес-Бенц. Только у меня одно маленькое условие. Я бы хотел уже сегодняшнюю ночь провести спаву. Да. А-а-а. Вот. А-а-а. А-а-а. Но я имел в виду, не жесткий льва будет у нас на одном матрасике. А-а-а. Не жесткий. А-а-а. Хе-хе-хе-хе. Он все-все рассказал мне. Я думала только о том, как спасти его. Потому что... А-а-а. Ля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Ой. Паша. Ты что от тебя Григорий зовет? Приведи тебя в полеток. Пошел. Что там, Василий? Там, там... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я есть, а это... Там, это... Маша... Переодевается в шапки. Первая браточная ночь. Хочет предстать в лучшем виде чулочки. Всё такое. А-а-а, я понимаю. Пойдёмте лучше посидим. Давай, царадей тут же время приволоку его за ушко. Блин, дай мне туда. Маша, ты с ума сошёл? Он тратит на нас кучу денег, он тебя звездой хочет сделать, а ты путаешься с какой-то малолеткой. Папа, я в конце концов люблю эту женщину, эту девочку, эту девушку. Ну, сынок, поверь мне, любовь проходит, а деньги и погоны остаются. Давай, Григорий ждёт. Маша, ты же не сделаешь этого. Ты же не сделаешь этого. Ради нас, ради нашей любви, ты не сделаешь этого. Наташа, я должен это сделать, Наташа. Ради семьи, ради своей, ради нашей жизни. Я больше никогда никому не подверь. Наташа! Никогда не влюбляйся в хорошенького смазливого парня. Это всегда кончается плохо. Я больше никогда никого не влюблюсь. Наташа, Наташа, Наташа! Ревность, ревность сводила меня с ума. Хотелось взять и набить кому-нибудь морду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, это все была игра. Тебе нужны были только мои деньги. Ты любишь не меня, а дед. Так ты будешь моим насильно. Достораживает. Я просто не люблю. Тогда меня обманывают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дубина бульдозера спасла нашу любовь. Но ненадолго Григорий быстро пришел в себя. Ой, что пахнет, да? Извините. Главное, вы живы, живы, да? Вы не волнуйтесь, у Шерба. Пашка только вас любит. Я, говорит, только его люблю. Да. А это все из-за этой девчонки мерзкой, да? Вы передайте Павлу, что я убью эту девку, если она хоть раз еще приблизится к нему. А в этом смысле, да? Паша, ты чего? А? Это ты, отец. А я уезжаю. Наташи. Не нужны мне его деньги. Сам заработал. Ничего, как-нибудь проживем. Проживем. Паша, ты не понимаешь. Он убьет твою Наташку, если она хоть раз еще приблизится к тебе. Мы уйдем. Он нас не найдет. Не найдет. Паша, сынок, Григорий очень богатый, в отличие от нас, человек. Он везде вас, нас найдет. Иди к своей Наташке. Скажи ей, что не любишь ее. Только так ее можно спасти. Я ждала его. Я верила, что он идет. Ну, Дорова. Паша, а что случилось? Почему ты без вещей? У нас нет самой будущего. Я передумал жизнь с тобой. Ко мне только что доходил Григорий. Он мне предложил славу, деньги, гастроли, всякие подарки и материальные блага. Потом я притворялся. Я не гетеро-сексуал. Ты сама бы могла догадаться, потому как я естественно соплю. Но что-то подсказывало мне, что он любит меня. И я решила проверить это. Я пошла к нему домой в последний раз. Вспоминаю, как мы с матерью вот так же с чемоданами собирались. У вас, конечно, как бы несколько иная ситуация, но и да и времена изменились. Дай бог вам, вот вы ко мне, старику, заезжайте, молодые. Ну что вы, Василий, я куплю вам дом рядом с нашим. Мы будем видеться каждый день. Ёшкин Дорида. Идём. Я пришла поздравить вас, Василий Петрович, и тебя, Павел, с выгодной сделкой. Я надеюсь, что ваши расчёты правильные, и вы будете счастливы. Как счастлива я со своим любимым. Нас сегодня ждёт бешеная ночь, бешеной, страстной любви. Поцелуй меня. Нет, нет, нет. Что нет? Что нет? Я свободная женщина. Я могу делать, что хочу. Как и ты. Ты сделал свой выбор. Пойдём, любимый. Нет, нельзя. Я тебя люблю всеми жабрами своей души. Надей мои трусы, подаренные вами. Стой. Так хорошо. потому что... Потому что... Ля-бля-а-а-а-а-а-а... Значит, ничего не значит. Вы и обманывали меня. Вы разыграли этот спектакль, чтобы выманить у меня деньги. Бред. Бред. Я убью вас всех. А, Павел, пляши. Повязка тебе в армию пришла. Продолжишь дело отца. Хочу лично прямо сейчас сопроводить тебя в часть. Вижу, вещи уже собрал. Молодец. Подержи-ка, Наташа, трусики. Я в обморок рухну. Слабовато шел. Вот уже год, как нет со мной моего любимого. Потому что он в армии. А я, я очень счастлива. Потому что через год он вернется. И мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Но меня это не парит. Потому что я люблю. Юноша, вы хотите стать настоящей звездой? Хочу. Тогда приседьте ко мне в автомобиль. У меня для вас есть интересное предложение. И я люблю. Она带ия.